В таком смысле я очень любил лошадей. В смысле верховых лошадей, ну, стакань, я скажу, на лошадях. И много занимался с пограничниками, а еще в мое время было немало застав горных, особенно где были лошади. Делал фильм большой для центрального телевидения о лошадях, которые служат, так сказать, в армии. И однажды с кавалеристом полком, который стоял под Москвой, Валабиным, его иногда называли полк имени Бондарчука, потому что его создали для съемки фильма «Война и мир», а потом так и остался. И вот однажды мне удалось с этим полком сделать дневной марш, то есть во время светового тяны прошли больше ста километров. А шли на съемки фильма «Первая комната», туда, в район Верии и подальше. Ну, это было интересно, когда идет целый кавалерийский полк, тут сбегался народ, там дети за нами бежали, бежали, кричали, там люди выходили, женщины и так далее. После этого он написал песню, которая называется «Эскадрон идёт в пыля». Эскадрон идёт в пыля, в белой пене трензеля, Собираются девчата, расступаются в поля, Собираются девчата, расступаются в поля. Головные, не ленись, ну-ка, бот, ну-ка, рысь, Разберёмся на привале, с чьими, чьи глаза сошлись. Разберёмся на привале, с чьими, чьими глаза сошлись. Черноглазая строга, смотрит словно на врага, Целый день снит тёр и горы, чтобы вечером стога, Целый день снит тёр и горы, чтобы вечером стога. Скореглазая, небось, всё пошло бы в критик, в гость, Целовались бы всё время, спали много бы, но брось. А вот синеглазая, вполне, подошла бы нравом мне, Отношения прояснили б за часок наедине. Так что, головные, не ленись, ну-ка, бот, ну-ка, рысь, Разберёмся на привале, с чьими, чьи глаза сошлись. Разберёмся на привале, с чьими, чьи глаза сошлись.